Лето не самое простое время для людей, страдающих сезонной аллергией. В теплое время года организм аллергика может реагировать на цветение и пыление растений. Главной причиной такой реакции являются компоненты пыльцы. Выделено около 50 подвидов деревьев, трав, кустарников и цветов, распространенных повсеместно и способных вызвать аллергическую реакцию. Пастень, который вызывает аллергию, это мелкая легкая пыльца. Она проникает через дыхательные пути и оказывается вызывает аллергию в основном это белковые молекулы, которые есть в этой пыльце, в ее оболочке. У нас реакция на белки, потому что белки человеческие, они специфичные и любые чужеродные белки, они будут отторгаться и вот организм будет реагировать от такой специфической реакции. Всего периодов пыления растений три. Весной это деревья, в начале лета злаковые и луговые травы, а вперед с конца июля до сентября это сорные травы. Сейчас идет цветение сорных растений. Сейчас в основном начинает вести полынь. И цветение полынь, оно тоже опасно, потому что пыльца полынь, она очень легкая и распространяется ветром и вызывает сильнейшую аллергию. Другими еще растения, которые будут пылить вот в этом периоде, в последнем нашем третьем периоде, могут быть и злаки, которые повторно начинают вести после скашивания. Аллергия на цветение и пыление может возникнуть в любом возрасте. Поэтому следует обратить внимание на такие симптомы, как многократное чихание, обильные водянистые выделения из носа, насморк, зуд, покраснение глаз и слезы, иногда конъюнктивит. В таком случае необходимо обратиться ко врачу-аллергологу, который назначит индивидуальную терапию. Ну а в сезон пыления, что мы рекомендуем? Ну, во-первых, если это сезон короткий, если аллергия на пыльцу деревьев, можно менять климатическую зону, уезжать в отпуск. Конечно, поменьше пребывать на свежем воздухе, использовать солнцезащитные очки, использовать симптоматическую терапию в сезон пыления. Всевозможные можно также спреи на основе морской воды промывать нос, смывать аллергены. Ну вот таким образом. И, конечно, пройти обследование. И самый главный метод терапии полиноза, который на сегодня доступен, это аллергенспецифическая иммунотерапия. Диана Желенкова, Универньюз.